Добрый вечер в эфире телеканала Катунь 24 новости. Максимально подробно и интересно расскажу их вам я, Антон Скаль. Итак, подведем итоги этого дня. Слово, вот главные темы. Сорванные крыши, оборванные линии электропередач, поваленные деревья. Подробнее о последствиях урагана, который накрыл регион минувшей ночью в нашем выпуске. Лечить дистанционно в силу вступил закон, который позволяет медикам проводить онлайн-консультации пациента. Насколько это эффективно, расскажем через несколько минут. К матчам против лидера. Хоккейный клуб Алтай после неожиданной победы готовится дать бой Саранской Мордовии. Каковы шансы на достойный результат? Последствия мощной бури устраняют в Алтайском крае. Минувшей ночью ветер достигал 30 метров в секунду. Ураган повредил автомобили и оборвал линии электропередач. Из-за непогоды были перекрыты несколько региональных дорог. Подробнее о последствиях расскажет Дмитрий Будков. Вечером услышал металлический звук, грохот. Вышел на улицу, увидел металлическую конструкцию, большую, сорванную с крыши дома. Но, слава богу, что никто не пострадал. Мощная ночная буря сорвала часть вентиляции с крыши этой многоэтажки на улице Взлетная 103. Конструкция весом более 200 килограммов, размеров с автомобиля АК, рухнула прямо на асфальт возле подъезда. Только чудом никого не задев. Житель многоквартирного дома Константин Морозов сразу сообщил о ЧП в управляющую компанию. Утром я связался с управляющей компанией по поводу этого инцидента. Они уже занимаются устранением проблемы, но, опять же, зону ответственности перекладывают на застройщика. Мы, конечно, как жильцы в шоке. Это не единственное место в краевой столице, где буря навела свой порядок. Пострадали и другие участки города. Занесло снегом дорогу, не проехать или вот ветер сорвал светофор. И таких комментариев в социальных сетях десятки. И все это последствия мощного ветра. Без светофора остался перекресток проспекта Калинина и улицы Северо-Западной. А на Комсомольском, около Барнаульского юридического института, шквалистым ветром сорвало баннер с рекламного щита. Круглые сутки без перерыва дорожники устраняли последствия сильной метели. С улиц краевой столицы вывезли около 3000 тонн снега. На расчистку дорог вывели 119 единиц техники. Убирали снег и на федеральных трассах, А-322 и Чуйском тракте. Туда направили около 60 снегоуборочных машин. Кроме того, в связи с плохой видимостью ночью были перекрыты два участка региональных автодорог. Крутиха, Панкрушиха, Хавары, Славгород. Протяженность перекрытия 249 километров. Также было ограничено движение еще на одном участке. Это дорога К-02, Барнаул, Камень-Наби, границы Новосибирской области. Сегодня утром, буквально в районе пяти часов утра, ограничения были сняты. То есть все дороги открыты и транспортное сообщение возобновлено в полном объеме. В случае ухудшения погоды в любой момент количество снегоуборочных машин увеличат до 300. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время в крае нового шторма не предвидится. На смену метели и бури в регион придут морозы. На входных в Алтайском крае похолодать до минус 30 градусов. В субботу в большинстве районов пройдет снег, местами метель и гололедица на дорогах. Дмитрий Бутков, Роман Хайрулин. Новости. К другим темам. Лечить дистанционно. В этом году в силу вступил закон, который позволяет медикам проводить онлайн-консультации пациента и заочно отслеживать состояние его здоровья. Телемедицина – одна из молодых современных практик. Получить консультацию врача из Барнаула по видеосвязи теперь можно в любом районе края. Перинатальный центр ДАР. Такие приемы пациентов проводят уже год. Подробности далее. Здравствуйте, Катерина Григорьевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Косихинская ЦРБ, да, у нас на связи. Подскажите, по женщинам, состоящим на учете, сколько из группы высокого риска, сколько? На мониторинге у нас сейчас состоит 64 беременные. От Барнаула до Косихи почти 70 километров. Но даже на таком расстоянии специалисты перинатального центра ДАР контролируют работу сельских медиков в формате интернет-консилиумов. А самое главное – заочно консультируют пациенток, определяют диагноз и составляют план дальнейшего наблюдения за ними. К примеру, пациентка любой районной больницы может попасть на онлайн-прием к специалисту перинатального центра ДАР. У нас есть особая группа риска женщин, которые, к сожалению, у которых есть осложненное течение беременности. Мы их под особым контролем наблюдаем. У нас происходят еженедельные рапорта с каждым районом отдельно. Именно по группе высокого риска женщины все на контроле пофамильно. Мы знаем, где сейчас она находится, как она себя чувствует. Заочные консультации проводят планово, каждую неделю. Но в экстренном порядке врачи консультируют ежедневно в среднем 15 пациенток. Это случается, когда коллегам из муниципалитетов срочно нужна помощь, чтобы диагностировать или подтвердить патологию беременности. На связи с Барнаулом, Рубцовск, ВИСК, все города и районы края. Телемедицина крайне удобна из-за того, что у нас край большой, районы отдаленные. Мы за счет нашей телемедицины общаемся как с врачами женских консультаций напрямую. То есть это один звонок, это все просто, это доступно информативно. Так же, как и с женщинами. То есть в силу каких-то причин женщины, пациентки наши беременные не могут поехать. Однако такие консультации не ограничиваются территорией Алтайского края. Барнаульские врачи проводят консилиумы со специалистами из Москвы. Мы хотели к вам повторно обратиться по поводу нашей пациентки. Пациентка повторно беременная, повторно родящая. Нам была отправлена заявка 28 декабря. Вы рекомендовали по телеконсультации повторную консультацию онлайн в 23 недели. В режиме онлайн врачи Федерального центра акушерства и гинекологии подтверждают диагноз врачей перинатального центра ДАР. Все патологии устанавливают здесь, в ДАРе, в научных приемах. Коллегам из Москвы барнаульские врачи обращаются раз в месяц. Аналогичные онлайн консультации проводят и с новосибирскими медиками. Параллельно мы проводим телеконсультации с центром имени Мишалкина, это в городе Новосибирск, и другие по различным патологиям. То есть там, например, основном курируются такие заболевания, как гемоконфликты и монохориальные двойни. А в Мишалкина мы обращаемся, когда выявляем врожденный порог развития по сердцу либо крупным сосудам. Только в прошлом году в перинатальном центре ДАР провели более 28 тысяч консультаций в режиме онлайн. И все-таки, в каких случаях телемедицина необходима? Когда нужно расшифровать анализы, выписать электронный рецепт или оперативно получить данные о состоянии здоровья больного? В России телемедицина только внедряется, поэтому говорить о результатах пока еще рано. Но, как показывает мировой опыт, такие современные технологии сокращают количество перевозок больных на треть. А в 40% случаев заболеваний личный визит к врачу вовсе не требуется. И в этом случае телемедицина позволяет сэкономить ресурсы. Дмитрий Бутков, Александр Морозов. Новости. Новости. Накануне Дня российской печати губернатор Алтайского края встретился с редакцией детско-юношеской газеты «Сами». Юные журналисты рассказали главе региона о работе молодежного издания, а также поделились планами на будущее. Появилась такая мысль сделать медиафорум какой-нибудь большого масштаба. То есть, если бы привлечь не только алтайских журналистов, не только молодых, юных, будущих специалистов из Алтайского края, но и хотелось бы послушать другие регионы. Один из главных вопросов встречи – организация в Алтайском крае всероссийского медиафорума для молодых журналистов «Газета Сами» – постоянный участник фестивалей журналистики. Также редакция газеты – организатор журналистских пленеров и слетов для юнкуров. Поэтому в коллективе появилась идея сделать форум всероссийского масштаба. Глава региона отметил, что в крае есть площадки, на которых можно провести подобный слет. Пробный может пройти на базе форума «Алтай.Роста». Форум – это форум. Понятно, можно и наше сегодняшнее собеседование назвать форумом. Мы же любим так все, чтобы мощно называлось. Но в моем понимании форум – это, так сказать, категория такая достаточно серьезная, обязывающая. Но в любом случае я идею вашу уловил. И отчасти в продолжении темы. 20 журналистов региона накануне Дня российской печати получили премии губернатора Алтайского края за победы в конкурсе «За достойный труд». Среди них и сотрудники издательского дома «Регион», корреспонденты нашего телеканала и радиостанции «Катунев». На конкурс журналисты со всего края отправили более 200 работ. Из них выбрали 18 лучших. Так, ответственный редактор радио «Катунев-М» Татьяна Ветрова стала одним из победителей в номинации «Год экологии». Оргкомитет конкурса поощрил Ольгу Штополь, главного редактора телеканала «Катунь-24» за работу над циклом телепрограмм, посвященных юбилею региона. Среди лучших – корреспондент Антонина Поздеева. Она представила спецпроект, сделанный на Алтае, о Колыванском камнерезном заводе. Жюри отметила им материал Елены Заздравных. В прошлом году мы сняли сюжет о создании атласа птиц Барнаула. Над ним работают алтайские орнитологи во главе с Алексеем Эбелем. Они выходят на своеобразные орнитологические экспедиции, наблюдают за птицами, слушают их голоса. Они знают, по-моему, тысячи голосов птиц. Для меня это было вообще удивительно. А еще они рассказали, что раньше местные в черте города видели черных аистов и пеликанов. Вот это вот тоже меня очень удивило. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Серебряный стриж. Начни с дома своего». Сегодня впервые за всю историю конкурса награждение прошло в стенах Государственной Думы. Участники обсудили итоги года экологии. Затем в Доме журналистов России прошел круглый стол, где лауреаты поговорили о развитии экологического воспитания и образования в стране. Я напомню, конкурс проходит 8 лет. И на этот раз в число соорганизаторов вошла газета «Природа Алтая». Также экологическое движение «Начни с дома своего». Мы связались с редактором газеты Сергеем Малыхиным. Он рассказал все подробности. Продолжаем выпуск. Нити Шамбал и легенды Великого Алтая. Премьера третьей серии детской саги пройдет в Бийске 15 января. Это проект режиссера-постановщика Евгения Юматова. Напомню, киносказку несколько лет снимают на Алтае. Алтай. Наши края хранят в себе немало тайны загадок. Алтай – это особая земля. Как я оказался здесь? Не случайно. А золото здесь стерегут железные грифоны. Так называется новая серия. Ее снимали на территории Алтайского санатория «Рассветы над Бий». Главные герои – группа подростков – отправляется на поиски древнейшего золота, чтобы спасти геопарк на Алтае. По преданию, сокровища охраняют железные грифоны и дочка богини солнца. Снимают киноленту для детей студия «Лидерфильм». Особенностью проекта является то, что в ней задействованы дети из разных регионов России. В ней уже снялись юные актеры из Барнаула, Томска, Кемерово и Новосибирска. Всего в художественной саге 12 серий. Каждая из них посвящена легенде или народному сказанию. Сейчас экранизировано 5 серий. Отмечу, в кинопроекте участвовали такие актеры, как Ольга Кабо и Дмитрий Марьянов. И о спорте «Все» на лыжню. Уже в воскресенье 14 января на трассе «Здоровье» Мариара состоится открытие зимнего сезона. Большой праздник пройдет на базе «Динамо». Его участников ожидает множество сюрпризов. На трассе «Здоровье» чуть более чем за сутки до главного старта сезона кипит работа. Сейчас там насыпают снег и готовят лыжню. Сомнений, что все успеют в срок, нет никаких. Праздник даст старт традиционной акции с розыгрышем призов. Главный подарок – автомобиль Toyota Camry. Кроме того, каждую неделю на нашем телеканале будут разыгрываться 10 комплектов лыж, сертификаты на покупки в магазинах Мариара на сумму 10 тысяч рублей и другие подарки. В этом году мы построили новые везде пункты питания. И на старте на базе «Динамо», и на пятом километре, и на двенадцатом километре. Мы отремонтировали мосты, которые уже за 10 лет эксплуатации там уже тоже подрушились. И в этом году мы, вот буквально сейчас, сегодня, в пятницу, вот только что с утра, началась сборка теплых раздевалок на базе «Динамо». Рядом с базой «Динамо» – это впервые мы такие делаем, раздевалки для женские и мужские. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо совершить покупку в магазинах Мариара на сумму от 500 рублей, сохранить чек, написать на нем свое имя, фамилию и контактный телефон. Сбросить его в специальный ящик на пятом километре трассы здоровья. Сделать это можно уже в день открытия трассы здоровья 14 января. Имена победителей назовем на следующий день, 15-го, в прямом эфире на телеканале «Катунь-24» в 21.00. Пройтись по трассе здоровья можно в любое время с 9 утра до 17 часов дня. На открытии всех будет ждать горячий чай по традиционному рецепту со сладостями и развлекательная программа с песнями, конкурсами и сюрпризами. У нас остается два с половиной месяца, которые нужно эффективно использовать и прийти в свое удовольствие, двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Продолжаем о спорте, в хорошем настроении и готовятся к матчам против лидера. Алтай после победы в Тамбове настроен продолжить выигрывать. Дмитрий Гладких побывал на тренировке команды в преддверии тяжелых матчей с лидером Саранской Мордовии. Сенсационная победа Алтая в Тамбове стала глотком свежего воздуха для всех любителей хоккея в нашем регионе. Барнаульский Алтай доказал, пусть после первого этапа коллектив обосновался лишь на предпоследнем месте, но кровь попортить может любой команде, даже ведущей борьбу за первую строку в турнирной таблице. Уступив первый игровой день по счету, барнаульцы не проиграли в характере и порой в том матче даже выглядели намного лучше хозяев, пусть и проиграли довольно крупно 0-4. Повторной встречи наш коллектив показал, итог стартового поединка вряд ли был по игре. Победа 1-0 по булитам и великолепные действия в воротах Александра Власова, отразившего больше 40 бросков, створ дорогого стоит. Мы доказывали, что можем играть с лидерами, поэтому настрой был хороший, все ребята вышли, бились, я помогал, мне помогали. То есть игра на ноль, так скажем, это общекомандная заслуга, спасибо ребятам, под шайбу ложились, броски блокировали. Так что это командная, можно сказать, сухая победа, так что молодцы. Но говорить о том, что Алтай нашел свою игру, пока рано. Тренерский штаб по-прежнему беспокоит кадровые проблемы. В Тамбове в составе нашей команды уже дебютировали вратарь Кирилл Волохин и защитник Дмитрий Козлов, вышедший на лед против своей бывшей команды. До закрытия трансферного окна барнаульцам кровь из носу нужно усилить линию атаки. Меньше наших хоккеистов в лиге по заброшенным шайбам, пока идет только аутсайдер Нижнетагильский юниор-спутник. К ближайшим домашним матчам клуб постарается дозаявить еще одного новичка, нападающего Алексея Василевского, который как раз прибыл в расположение Алтая из Нижнего Тагила. По мнению Андрея Соловьева, команда постарается сделать и другие приобретения. Однако в матчах против Мордовии придется рассчитывать на хоккеистов, которые есть в расположении на данный момент. Тем более, что матчи предстоят тяжелые. И добиться победы хотя бы в одной встрече задача для алтайских мастеров архисложная. Это зависит уже от ребят. Как они настроятся к этим играм. Если они поверили в себя, то значит игра будет хорошая, две игры. Я не думаю, что мы сдаваться будем. Просто так противник сильно приезжает. Все знают, и они знают, и мы знаем, что лидер группы нашей. Так что настраиваемся на игры хорошие. 14 и 15 января Алтай на своем льду постарается оказать сопротивление абсолютному лидеру первенства в Саранской Мордовии. Получится это сделать или нет, узнаем совсем скоро. Дмитрий Гладких, Сергей Сидых. Новости. И в завершении выпуска немного о погоде. В Алтайский край на смену метелям и снегопадам пришли сибирские морозы. Предстоящие выходные будут холодными. Днем по краю температура будет опускаться до 20 градусов мороза, а по ночам может похолодать до минус 32. На этом у меня все. Хороших вам выходных. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...